Всем приветики, я нахожусь в примерочном магазине Така Макс, к сожалению, снова из деквативной косметики нечего вам показывать. Сегодня пятница, я так устала, вообще, я не знаю, это неделя, поэтому тяжелая была для меня, не знаю почему. Наверное, это все-таки из-за погоды, я сегодня проснула, глаза открыла, и мне захотелось дальше спать, потому что на улице шел дождик, у нас вообще ощущение такое, что уже осень наступила. Мне кажется, лето уже не будет, постоянно дожди, такая прохладная погода стоит. Ну, с одной стороны, хорошо, что не жара, но тем не менее, лето, получается, у нас только в начале июня было, было и все, представляете? На этой неделе я каждый день носила помаду от Эйми, кстати, она у меня с собой постоянно. Вот, и привыкла к этому оттенку, как будто уже это мой цвет. Так, это, наверное, все, что я хотела сказать. Давайте примерять, смотреть, более теплые вещи такие я нашла, с хорошими ценами. Одни вот такие вот брючки для тренировки. Смотрите, какая цена, всего 7 евро, а изначально она стоила 59,95, марка Хамель. Хумель, Хамель, не знаю, как читается правильно. Вот, давайте примерять. Ну что, в спортивные штанишки я, к сожалению, не влезла. Давайте буду показывать вам то, что из верха я себе подобрала. Первая, это вот такая вот кофточка, нежно-нежно-розового цвета. Очень приятная к телу, мягкая, теплая будет, мне кажется. Конечно, не под этот тупик, сюда черный хорошо будет подходить. Я сразу же образ себе представила. В прошлый раз я покупала юбочку себе, помните? Кожаную, такую коричневую цвету. Черный тупик, это кофточка, юбочка и черные колготки. Я себе уже образ так нарисовала. Я вам уже говорила по поводу розового оттенка. На самом деле, мне нравится в одежде розовый цвет. Меня так перебивают, там кто-то разговаривает. Вот, люблю розовый цвет, но у меня почему-то нет ничего розовых. Поэтому, думаю, нужно начать вот с этой кофточки. Прям такая классная, мне нравится. Наверное, я вам буду брать ее. Можно одну пуговичку застегнуть. Вот как выглядит сзади. Кажется, нормально. Классная, классная кофточка. Полностью можно застегнуть. Короче, очень-очень нравится. И V-образный вырез, то, что я люблю. Эту кофту надо брать. Это, кстати, марка Stradivarus. И цена, смотрите, всего 9,99. Так, надо брать. Следующая, это вот такая вот водолазка. Темно-темно насыщенная, зеленого цвета. В последнее время меня очень потянуло на зеленое. Почему-то даже тени заказала себе. И вообще-то, когда приедут, я вам покажу, от какой марки я купила себе тени. Вот. И эта водолазка вообще прекрасна, мне кажется. Если сюда, допустим, еще какое-нибудь не оживелье, а цепочку золотого цвета, вообще будет обалденно смотреться, на мой взгляд. Опять-таки, с жестой юбкой я смогу сочетать эту водолазку. Жаль, что она вот вверх, когда поднимаете, вот так вот, чтобы была немножко свободна. Но ничего страшного. Короче, мне нравится эта водолазка. И стоимость всего 7,99 евро. Что-то у меня сегодня хорошее настроение на покупке. И то, что мне нравится, надо будет обязательно брать. Очень классная водолазка. Приятная тоже к телу. И цвет глубокий, красивый, насыщенный. Следующая, это вот такая вот водолазка. По стоимости тоже самое, как и зеленая. И с ценой, вроде, 99 центов стоит. Вот. Очень нравится такой глубокий, темный, шоколадный оттенок. И что мне еще здесь понравилось? Вот это вот горлышко необычное, а как валанчиками сделанное тут тоже. Мне кажется, такие обычные водолазки очень хорошо украшаются какими-нибудь ожерельями. Да, там золотой цепочкой, как уже ранее говорила. Сразу по-другому смотрятся. У меня от зарыве цепочки. Мне кажется, здесь хорошо будет. Смотреться. И опять с той же юбкой. Короче, видимо, у меня автоматический подбор к этой юбке. Все шло сегодня. Радится мне? Неплохо, да? Цветок классный. Волосы постоянно подправляют. Представляете, когда одеваете водолазку, у вас убраны волосы, все вот так и становится. И перед силками мне приходится все подправлять. И вообще при выборе одежды очень важно, мне кажется, как вы выглядите. И настроение, естественно, какое у вас на тот момент. Да, сегодня, говорю, уже прям практически все мне нравится. Тем более у меня обычных подолазок нет практически. Очень мало. И скоро осень подвижается, когда у нас уже похолодало. И такие кофточки в водолазке очень хорошо будут идти. Надо брать. И последняя кофточка от марки Pull&Bear. По стоимости всего 4,99. 4,99. Это я бы считаете, да? Ну, как-то она не очень нравится. Возможно, из-за того, что вот этот вот крой здесь внизу, не знаю, какая-то простая и более на мужской. Что-то от смахи было бы вот так, может быть. Размер XS, кстати. Не знаю. Не лежит мне. Теряюсь, как будто бы я. Нет. Короче, буду брать вот эти вот три. Так, эта кофточка розовая обязательно. И зеленую тоже возьму. Надо, надо, надо брать. Мне нужно давно уже обновить кружку, с которой я плю чай. Поэтому увидела здесь, смотрите, супер сейл. Скидки хорошие за 2 евро, за евро 70 всего лишь. Так что выберу из того, что есть. С рыбочками. Мне вот это вот такое вот что-то нравится. По стоимости евро 70. Или этот, или этот. Даже евро 70. Такая плотная керамика. Точно классно будет. Заскочила в магазин Миллер. Увидела вот такую вот коллекцию от Dior. Смотрите, это румяна. Сейчас я вам открою и покажу эти румяны. И вы обалдете, какой яркий цвет. Но на самом деле он сам по себе не настолько яркий. Свощ сделала. И мне как раз таки хочется такие румяна, которые вы наносите. И делает вас, вот видите, они очень-очень нежные. И такие румяна, мне кажется, очень освежают. И делает личико такое вот бейби лицо. Поэтому безумно хочется что-то такое. И вот от Dior надо запечатлеть. Как называется? Рози глам. Глоу. Рози глу. Очень-очень нежный оттенок. Ну вообще, да? Если посмотреть на сам цвет. Сейчас еще раз открою и покажу. Вот посмотрите, насколько они яркими. Кажется, в самой палетке. Рефил такой. А вот на самом деле. И я тут три раза наносила, чтобы цвет хотя бы немножко вам показать. И вот не знаю, будут ли они вообще видны на лице, на щечках. Да. Вот увидим какая-то новая коллекция от Dior. Ммм, какая классная помада. Секунду. А-а-а. Ее не очень удобно доставать. Вот. Все запачканное. Это тестер. Я не знаю, что это за марка. Но вот нашла похожие румяны на Dior. По оттенку. Но они чуть-чуть отличаются. Либо показатель. Так. Не видно. Так, наверное. Вот это получается Dior. А это Sun Beauty. Очень плохо видно. Наверное, вот тут. Вот. Это значит Dior. А это Sun Beauty. Чем-то похоже, да? Интересно по цене, сколько стоят эти румяны. Липстик. 12,99. А на румяны ценика нет. Но я думаю, что не должно быть слишком дорого. Ну, если сравнивать с Dior, да? Вот еще от L'Oreal нашла румяна за 9,95 серии Age Perfect. Оттенок называется 101 Rosewood. И вот он по цвету немножко смахивает на Dior. Конечно, Dior еще более там розоватая, да? А это как прям натуральный розовый оттенок. Но очень-очень нежный. Смотрите. Вот. На руке. Мне кажется, вот эти румяны можно будет купить. Но не сегодня. Сегодня не буду брать. Буду думать пока еще. Мне кажется, настолько будет нежно смотреться. Всем приветики. Хочу показать вам небольшие покупки, которые я совершила за последнее время в конце видео. Обязательно ждите новинку теней моей коллекции в зеленой гамме. Как же я рада этой палетке. Жду не дождусь, когда у меня уже пальчики туда залезут показать вам свочи. Итак, была в магазине DM. Купила себе ватные диски. Представляете, в один день у меня ватные диски закончились. Я даже не могла себе маникюр переправить. Насколько это нужный продукт. И взяла сразу такие вот большие от марки Эблин. В плане большие. Много их. 140 штук. Три упаковки. Хватит теперь мне надолго. Потому что в последний раз брала маленькие, получается, половина. Сейчас взяла три. Вот. И помните, в одном из видео не было в наличии масла от Альверда. И тоже взяла сразу же две упаковки. Это мое самое любимое масло. Я уже вам не раз говорила. Оно мне подошло. Не забивает поры. Прекрасный аромат. Объем здесь небольшой. Поэтому покупаю вот по два бутылька теперь, чтобы в запасе постоянно было. Это масло я использую каждое утро. Без него никак. Короче, у меня кожа привыкла к этому маслу. Люблю. И я считаю, что цена, качество у этого масла шикарно. 2 евро 95 центов. Девочки, я знаю, что многие меня смотрят из России. И покупать это масло там в три раза дорого, я думаю, не стоит. Просто найдите что-то такое подходящее для вас. Именно масло для вашей кожи, лица. А вот так вот гоняться конкретно за этим маслом, я думаю, не стоит. Можно найти и более дешевые варианты в России. Что-то. Ну и если вам хочется попробовать, то, конечно же, один раз купите и посмотрите, как оно вам. Короче, люблю это масло. У меня сухая кожа, если что. Потом я с сайта S-Style получила два продукта бесплатно. Чему очень рада, потому что это такие крутые средства. Первое, давайте начнем с падов от Коза Рекс. Я себе, помните, купила пады в голубенькой упаковке. Точнее, там белая упаковка и голубенькая. Ой, так, немножко вас потрясла. Голубенькие такие разводы. Ничего себе. Посмотрите, что это. Так, эту систему я что-то даже не знаю. Вот. А здесь получаются вот зеленые. Они этими и отличаются. Мне кажется, в голубой тоже вот эти вот линии голубого цвета, поэтому и отличия. Здесь у нас идет Центелла Азиатская Тицапад. Мне кажется, тоже 70 штучек должно быть. Нет, тут 90 падов. Так, мне даже интересно стало. В тех падах, мне кажется, 70 было или... Именно с голубыми линиями я имею в виду. Короче, не важно. Потом я посмотрю. Не знаю почему, кажется, что там 70. Значит, здесь больше, что ли, по размеру. Интересно. Очень довольна, что получится попробовать эти пады. И, говорю, что тем более бесплатно мне достался этот продукт. И последнее, что я получила от Эстайл, это новинка, тонер. Кто знаком с Ниаджен? Риэл, сейчас... Риэл Фермент Микроэссенс называется. Здесь Риэл Фермент Микро Тонер написано. А есть... В принципе, по упаковке практически так же выглядит эта эссенция. Обязательно здесь вот картинку вставлю. Наверняка многие видели и знакомы, потому что это один из популярных продуктов от Ниаджен. Это эссенция. Именно первый этап. Как только вы очистили свою кожу гелем для умывания, вы наносите эту эссенцию. Так вот, они решили сделать также Риэл Фермент Микро Тонер. И вот у меня была возможность получить этот продукт бесплатно. Чему безумно, конечно же, рада. Здесь я вам 150 мл. И чем богат этот продукт. Его сравнивают с эссенцией, дорогой, очень дорогой эссенцией от SK-2. Тут вот картинку вставлю. И чем они похожи? Тем, что SK-2, как я понимаю, это один из таких брендов, который начал использовать в косметике. Именно ферментированные ингредиенты. Я про ферментацию где-то вам рассказывала. Ферментация это брожение. И вообще, как в косметику попало этот такой, не ингредиент получается, а именно такое применение, брожение, наверное, так сказать, продуктов, растений и так далее. Да, ну, конечно же, здесь все из растений, добуто, био написано. Откуда это попало? Японские, короче, ученые, как обычно это японцы или корейцы же должны быть, японские ученые в 70-х годах, мне кажется, делали саке. И ученые заметили, что у этих работников руки выглядели намного моложе, нежели их лица. И вот эти ингредиенты решили передать бренду SK-2. Я так полагаю, что SK-2 действительно это один из первых брендов, которые начали использовать в своих продуктах ферментацию. Вот. Чем хороши ферментированные ингредиенты? Тем, что у них молекула намного-намного меньше, нежели не ферментированных. Ферментированных, плюс ферментированных компонентах очень много, то есть вдвойне, втройне, не знаю во сколько раз больше аминокислот и всяких вот этих полезных веществ для нашей кожи. И вот эта вот молекула, как уже говорила ранее, она намного меньше, чем не ферментированные ингредиенты. И за счет того, что молекула меньше, она глубже проникает в эпидермис нашей кожи. Надеюсь, я понятно объяснила, но про это я говорю про ферментацию, я вам в каком-то видео точно-точно рассказывала. Вот. Так. Ферментация же это вообще брожение, да, брожение. Вот нам с детства говорили, ешьте йогурт, это полезно. Вот, бактерии, чтобы. Но в косметике это немножко по-другому играет. И вот это вот ферментированные средства очень-очень хороши именно для поддержания молодости вашей кожи. Короче, долго остановилась на этой ферментации. Ну, хотелось вам рассказать, почему же продукты. Если вот средства, которые вы покупаете, увидите, что там ферментированные ингредиенты, то нужно понимать, что это средство будет глубже проникать, нежели не ферментированные ингредиенты в составах косметики. Все, с уходом мы закончили. Давайте перейдем к самой интересной части. Это палеточка. Вышла новая палетка от Beauty Bay. И так как я была как раз на волне зеленых оттенков, я поняла, что хочу эту палетку себе приобрести. Она называется Wilderness. Вот в такой вот картонной упаковке. Смотрите, даже эту картонку не хочется выбрасывать. Но я понимаю, что бессмысленно держать эту огромную упаковку. Видите, какая она толстая. Не как палеточка, да, вдвойне толще получается. Не знаю, почему они так делают. Ну, наверное, для того, чтобы защитить. Потому что здесь, видите, двойные вот эти, как они, хлопушки. Не знаю, как называется вот эта вот полиэтиленка. Палетка называется Wilderness. И вот эта вот золотая буковка, она прям выпуклая. Конечно, очень красивая. И мне безумно нравится то, что Beauty Bay отошли от своих скучных черных упаковок. Сейчас, если у меня получится показать, у меня же есть от Beauty Bay. Вот. У них раньше все палетки были вот такие вот. А сейчас со временем мы поняли, что люди хотят. Молодцы, молодцы. В ногу со временем идут. И делают свои палетки постоянно какими-то интересными. И на этот раз вот такая упаковка, точнее, сама палеточка по-другому выглядит практически так же. Но посмотрите, какая красота. Безумно нравится. Говорю, уже в последнее время меня так тянет на зеленое. Уф, сейчас открою, я вам покажу. Тут, конечно, не только просто зеленое. Давайте. Та-да-да. Вот она, красотка. Сейчас будем делать свочи с вами. Я вот тут немножко пальчиком залезла. Мне безумно интересны эти шиммеры, потому что они настолько кричат. Прям вот говорят, давай, давай, свочи меня, используй меня. Безумно красивая палетка. И мне нравится то, что она не полностью зеленая. То, что сюда добавили и красное, и вот Mustard Yellow. Говорят вот про этот оттенок. Мне даже кажется, это не Mustard Yellow, а такой даже грязный желтый цвет, наверное. Грязно-грязно-темно-желтый оттенок. Очень интересный. Давайте делать свочи. Не буду много болтать. Давайте начнем с верхнего ряда. Мягкие тени. Я, в принципе, знакома с тенями Beauty Bay. Но я думаю, что палетка от палетки все-таки отличается. Боже, посмотрите вы на этот синий. Что? Ну, пигментация шик. Давайте вот тут вот буду делать свочи. Даже этот светлый, смотрите, как переносится. Следующие голубенькие. Ой, какая красота! Следующий оттенок уже шиммерный. Я уже один раз свочи сделала. Но мне помешали за кадром. Давайте немножко еще наберу. Мне кажется, этот оттенок полупрозрачный. Ненасыщенный. Видите, тут все испачкало теперь. И последний. Меня интересует очень этот синий. Боже, какая пигментация! Ну, в принципе, я уже догадывалась, что будут очень-очень хорошо пигментированные тени. Потому что Брайт палетка у Beauty Bay, конечно, мега. Я в восторге. Я уже не раз про эту палетку говорила. Давайте перейдем к нижнему ряду. К следующему, точнее. О, слишком надавило. Ого! Ого, какой оттенок! Прям, знаете, елочный цвет. И давайте перенесем. Это туахром? Или, мне кажется... Такое ощущение, что немножко от фиолетового... Да, это туахром, девочки. Это такой интересный туахром. Я видела похожий, там, знаете, фиолетовый. То есть сиреневый переливается в какой-то вот бирюзовый вливается. А здесь такой именно голубой. Как вот тут вы видите. Получается, сиреневый входит... Короче, входит в голубой оттенок. То есть это не стандартный бирюзовый, как мы привыкли видеть в других палетках, в других тенях от других марок. Посмотрите вы на эту пигментацию, девочки. А этот зеленый, шиммерный, сейчас будет огонь. Вот этот вот оттенок... Я думаю, сейчас все цвета такие будут полупрозрачно ложиться. То есть как топпер можно будет использовать. А это уже... Боже, девочки, какая красота. Так, этот на мизинчик набрала. Мне кажется, это очень нежный-нежный-нежный пастельный цвет. Смотрите, просто прелесть. У меня нет слов. У меня нет слов. Давайте уже передвигаться дальше. Прям вот этот зеленый и этот, они такие... Видите? Утопающие. Похожие на Color Pop. Color Cop. Color Pop. Тени у них однушки есть такие. Я, конечно, не пробовала, но мне кажется, это тоже самое. Боже, пигментация. Шикает от зеленой. Это нечто, девочки. Это нечто. Вы видите эту пигментацию? Оооо. Какой красивый оттенок. У меня шок. Вы посмотрите на эти шиммеры, эти зеленые шиммеры. Просто нереальная палетка. Надеюсь, матовые будут хорошо тушеваться. Я тут все рассыпала. Матовые тени хорошо будут тушеваться. По идее, должны. Так как вот эта вот Bright палетка, опять хочу повториться, они мега хорошо растушевываются между собой. Я думаю, что эти тени тоже будут. Все, я хочу другую палетку, которая сейчас, кстати, на акции. Не знаю, когда у меня видео выйдет. Стоит всего 8 евро. Плюс доставка там, короче, обошлась бы мне эта палетка чуть больше 12-13 евро. Не знаю, что делать. Но там не совсем интересные цвета. Вот это меня тоже интересует оттенок. То, что я люблю, мне кажется. Девочки, это красота. Это красота. О, боже мой. Вы посмотрите. Я не могу. Куда я свочу дальше, что буду делать? Наверное, сюда придется на руки. Вы видите, все шиммеры шикарные. Только вот этот. Говорю же, наверняка это как топпер. Но он тоже дуохромный. И вы знаете, он мне чем-то напоминает из палетки Too Faced Life's Festival. Можно будет сравнить. Сравним потом. Сейчас я все свочи сделаю. И последние 4 оттенка остались. Сейчас руки сразу стираю. Пальчики точнее. Последние 4. О, вот этот вот отличается оттенок от остальных. Они все утопают до пальчика. Этот нет. Видите, обычный. Даже замыливается. Уф. Вот это пигментация. Хотелось бы мне здесь же сделать. Ну ладно, придется тут. Ну, короче, у меня нет слов. Короче, у меня нет слов. Обалдеть. Обалдеть. Разве бывают такие тени? Нет, конечно, бывают. Но просто бьюти бэй, который стоит там не знаю сколько. Сколько это палетка? За сколько я ее купила-то? Около 18 евро, мне кажется. Где-то так. Я вам обязательно подпишу. На нее скидки нет. На остальные палетки бьюти бэй есть. Но вот на эту нет. Потому что она новинка. Поэтому и пока нет скидок. Попозже, возможно, будут. Короче, вот этот мне нравится. Дуахром какой он красивый. Давайте вот это вот сравним с Too Faced Life's Festival. Сейчас тут у меня. Вот с этим оттенком они очень похожи. Это который цвет был. Я снимала видео. Решила набрать и чуть-чуть больше надавить на этот оттенок. И у меня прям палец туда влез. И мне пришлось все подправить. Смотрите, у меня во что превратился. Рефил. Вот набрала. Столечко получается на пальчик. Но ничего страшного. Главное нам, чтобы сравнить оттенки. И вот от Too Faced. Смотрите, они практически идентичны. Так, это получается у нас Too Faced. Ой, какой красивый цвет. Посмотрите. Уф. И это получается бьюти бэй. А нет, все-таки они отличаются. Вот. Мне кажется, от бьюти бэй даже мне больше нравится. Потому что здесь дуахром от зеленого к желтому от Too Faced. А здесь от такого зеленоватого. И немножко персикового как будто есть. Давайте еще раз вам покажу все оттенки. Ну, это что-то, девочки. Это что-то. Я ожидала хорошей пигментации. Но не настолько, чтобы меня это вааа. Как вдохновляло. Очень-очень красивый. Ну, вот этот оттенок. Уф. Какой он уникальный. Уникальный. Таких у меня цветов точно нет в коллекции. Короче, я мега довольна пока что пигментацией. Посмотрим, как эти тени будут работать. Обязательно будем с вами делать макияжи. Или Get Ready Me. Или отдельно я сниму видео. Посмотрим. Но я уже палетку, видите, испачкала. На этом буду это влоговое видео заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Если вам несложно, подержите меня пальчиком вверх. И увидим в следующих видео. Всем пока-пока.